Всем привет из солнечного Неаполя! Сегодня с вами я, Татьяна. В сегодняшнем небольшом видео я хотела бы рассказать о тех способах воровства в Неаполе, которым подвергаются жители или туристы Неаполя. Сподвигло меня на записание этого видео именно в прошлые несколько пару дней я оказалась в такой же ситуации. Поэтому я вам перечислю наиболее распространенные способы воровства в Неаполе, которыми пользуются жители, кормами вам уберечься от подобного вида насилия, скажем, и, возможно, избежать каких-либо ошибок, когда вы находитесь в Неаполе именно в туристических местах или, скажем, в местах огромного скопления народа. От воздействия карманников попадают люди самые обычные, туристы или иностранцы. А поскольку неаполитанцы очень хорошие психологи, они умеют по внешнему виду вычислять, скажем, людей, которые не относятся к местным жителям. И вот, считывая там информацию, они применяют отработанные схемы похищения ценностей и плавного перехода ценностей ваших в карманы нездоровых на руку, скажем так, неаполитанцев. В основном существуют районы, в которых именно чаще всего происходят такие кражи. В Неаполе это район вокзала, площадь Гарибальди и район Музео. Там находятся в основном все такие группировки, которые занимаются торговлей незаконной сигарет и, значит, свойств наркотических. Поэтому там процветает этот вид наживы. Самый распространенный способ, когда воруют телефоны или деньги, или сумочки в Неаполе, он относится к людям, которые просто прогуливаются, не подозревают, что за ними следят. И, скажем, пользуются теми привычными вещами или сумочками, где они привыкли хранить свои, скажем, телефоны, деньги. И думают, что, как бы, возможно, при наличии большого количества людей никто на них не обратит внимания. Но вот тут-то в этом и кроется вся загвоздка, что когда вы идете с сумочкой через плечо, можно, может быть, или вот, допустим, с рюкзачком за плечами, или даже с сумками на поясе, которые крепятся, ну, мы разберем такие способы воровства, самые распространенные, без какого-нибудь, скажем, конкретного насилия, когда сбивают с ног или людям оказывают какие-то травмы. Самые распространенные, безобидные такие кражи. Когда, допустим, воровство телефонов, когда вы идете по этим же неблагополучным районам и разговариваете по телефону, держа его в руке. Вот здесь вы должны обязательно запомнить, что этого делать, но ни в коем случае нельзя, потому что таким образом два раза в районе Гарибальди и в районе Мусео у меня украли телефон. Просто, когда я шла, разговаривала по телефону и держала его возле уха со стороны проезжей части. Один раз украли у меня телефон на моторине, проезжая возле меня и вырвав его из руки. Второй раз просто негр проходил и вырвал его у меня. Даже не вырвал, не вырвал, а просто легонько забрал его из моей руки, но оказался в два раза меня выше. Я, конечно же, не побежала за ним и требовать своего телефона тоже не стала. Обратите внимание, когда вы, допустим, выходите или рано утром на прогулку какую-нибудь или, допустим, иностранцы часто выходят на работу, тоже не рекомендуют разговаривать вам по телефону именно с телефоном. Возможно, лучше это сделать через наушники, когда у вас телефон будет находиться где-нибудь в кармане или в вашей сумочке, которая будет более приближена к вашему телу. Но это тоже не исключено, что вас его могут своровать, потому что, ну, во всяком случае, вы таким образом не дадите повод человеку, который хочет у вас отобрать телефон, уже, скажем так, облегчить его работу, не применяя к вам никаких, скажем так, стараний. Ничего не стоит карманнику, просто подойти у вас, забрать телефон из руки, это очень легко делается. Второй способ, я бы сказала, он тоже очень распространенный и о нем я узнала совершенно недавно. Я была в магазине. И я вам расскажу всю схему, как происходило все пошагово и как на меня обратил внимание воришка. И я уже потом, когда состоялась кража, я уже связала все события в одну цепочку, я поняла, что я его даже видела, и он на меня обращал свое внимание. Но у меня был с собой рюкзак. Я вам сейчас покажу. Вот рюкзак вот такой вот. И я, конечно же, понимала, что я нахожусь в районе базара, и мне нужно быть осторожной и одевать рюкзак вот так, нося его перед собой. Но когда мы уже вышли из базара, я немножко расслабилась. А район базара – это как раз тот район, где за вами могут следить, когда вы вытягиваете фортмане, сколько денег вы имеете там. Все это видно, все это за вами наблюдается. И тем более я в этот же день делала съемку с телефона в этого неблагополучного района, базара. Ходила вот так вот, все снимала. И, конечно же, обращала таким образом на себя внимание. Когда мы зашли уже просто в обычный магазин для того, чтобы купить какие-то оптом продукты, у меня при себе рюкзак был через плечо вот так. И когда я выбирала товар, рассматривала витрину, мужчина подошел ко мне и, прям обратив на себя внимание, сказал, можно ли я пройду вот перед вами. Я говорю, да, пожалуйста, проходите, я же как бы вам не мешаю. Когда он обошел весь магазин и сделал как бы покупки возле кассы, он меня пропустил вперед, чтобы еще раз убедиться, где у меня находится мой кошелечек, куда я его ложу. И вы знаете, я даже подумала о том, что девочка, которая рассчитывала меня, возможно, она была и сообщницей этого человека, потому что она мне отдавала странно сдачу, не ложила на кассу, а сыпала мелочь вместе с чеком в руку. И я, когда ложила сдачу в свой кошелек, я не придала значению, что там был вместе чек, что я это комкала, как-то небрежно засовывала в свое портмоне и, возможно, как-то плохо его закрыла, потом просто автоматически бросила наверх в сумочку, и закрыла и кинула вот так вот через плечо. Не как обычно нужно это делать, когда вы находитесь в магазинах или на базаре, а просто через плечо. И зашли еще в какой-то магазин, мы совершенно недалеко, и уже развернулись в сторону дома уходить, и буквально через 50 метров я обнаружила, что мой рюкзак открыт, там, конечно же, нет уже никакого портмоне, вот внутрь не удалось, что-то под сне, допустим, взять у меня, но вот портмоне сверху удалось карманнику, то портмоне, которое он видел, за которым он следил, удалось его забрать. Поэтому вот такой способ тоже существует, и предотвратить моровство я могла. Просто немножко, скажем, не немножко, а немножко усыпилась моя бдительность. И ни в коем случае, в моем конкретном случае, не нужно было бросать рюкзачок через плечо, все время нужно было носить с собой. Теперь я хотела бы рассказать о способе, когда сумочки срывают с плеча. В Ниаполе всегда рекомендуют носить сумки через тело, не через плечо, не через плечо, только с одной стороны, а обязательно через тело, чтобы в районе видимости была сумочка, и вы обязательно смотрели, где она, и не даете ли вы повод сорвать эту сумочку, у вас легко, очень с плеча. Или хотя бы, когда вы идете, и у вас на плече сумочка, вы ее вешаете с обратной стороны, допустим, недоступной, когда к проезжей части вы ее вот так уж конкретно поворачиваете. И есть еще один способ, свидетелем которого тоже я была, но кражу делали у человека, с которым я находилась в контакте, скажем, разговорном. Это тоже было на площади Гарибальди, и навстречу подошел негр к мужчине, и наклонившись перед ним, он ему почистил брюки. Этим самым он отвлек внимание мужчины, мужчина отвернулся на этот жест, и когда он поднимался, в момент, когда мужчина был отвернут, он у него из кармана, а в кармане у него лежал мобильный телефон, он у него вытянул мобильный телефон. Мужчина очень быстро сориентировался, потому что, когда от него отдалился негр, он увидел, что нету телефона, и быстро-быстро-быстро пошел за негром, догнал его, постучал по плечу и сказал, верни, пожалуйста, телефон. Мужчина оказался не просак, скажем, наверное, он уже в таких ситуациях бывал, но то, что я знаю наверняка, что в телефоне этого мужчины был подсоединен банк, оплата банка, и даже автоматическая блокировка машины, которая стояла, скажем, неподалеку, и если бы знал негр, где эта машина стояла, то, скорее всего, он бы еще их украл. Вот, поэтому вот такой способ тоже существует. Об этих всех способах я вам рассказываю, для того, чтобы вы обязательно при посещении такого туристического города, как Неаполь, обязательно были бдительны. И я бы дала вам еще пару рекомендаций. Когда вы едете в туристический город, не берите с собой, допустим, в какую-то поездку все деньги мира, которые вы с собой привезли. Возьмите те деньги, которые вам понадобятся, определенную сумму, и даже если вы их ложите в ваш бумажник, то, скорее всего, положите карточки банковские, в другое место. Не ложите все в одно место. И уж тем более в этот же кошелек не ложите ни в коем случае пин-коды от этих карточек. И рекомендую вам обязательно не носить ни в коем случае с собой ваши живые документы. В лучшем случае вы можете при себе всегда иметь копию документов, но ни в коем случае оригиналы. Ни в коем случае не оригиналы водительских прав, ни в коем случае не оригиналы паспортов. Все это вы можете оставить дома. При любой проверке на улице вы можете предъявить копии, и это тоже очень хорошо практикуется в Неаполе. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам будет очень полезным и поможет сохранить ваши денежки, ваши нервы и доставить при посещении Неаполя, скажем, тех же самых неблагополучных мест, наибольшего удовольствия. И ни в коем случае вы не разочаруетесь от каких-нибудь неприятных ситуаций. Вот, в принципе, сегодня то, чем я хотела с вами поделиться. Поэтому на этой положительной ноте желаю вам всем побывать в Неаполе и смотрите обязательно мои видео. До новых встреч. Пока-пока.